Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Домашний Очаг с Мариной. Сегодня видео задание. Мы с вами продолжаем работать в зоне ванны, туалета или санузел, как мы называем. Пожалуйста, я предлагаю сегодня вам заняться зоной ванны, кафеля и унитаза. Вы берете большую губку, располагаете на нее моющее средство. Это может быть средство для мытья кафеля. Это могут быть даже просто ваши шампуни, поверьте мне, они очень хорошо отмывают. Особенно душевую кабинку, если у вас есть вот такие налеты на стеклах. Поэтому, или любое моющее средство, даже пойдет для посуды или для мытья кафеля. И, пожалуйста, буквально с верхней зоны, вот так вот, начинайте с кафеля, опускайтесь ниже, ниже. Если у вас душевая кабинка, вы располагаетесь в душевой кабинке. И вот любым моющим средством, которое вам доступно, пожалуйста, производим мыльную гигиену кафеля, ванны или душевой кабинки. Обратите внимание, особенно на лечку душевую и на кран. Для того, чтобы убрать осадок, который обязательно остается после того, как вода, мы используем налеты, от них никуда не деться. И вот таким способом кафель, ванна и душевая кабинка у вас уже будет сегодня сиять. И сегодня же мы с вами наведем порядок, казалось бы, совсем маленьком таком местечке укромном, которое, я вам уже говорила, обладает определенной эзотерической символикой. Это унитаз, это то, куда у нас уходят все проблемы, неприятности, беды, нищета, болезни, бессонница, раздражительность, депрессия, горе, беда. Поэтому ваш унитаз всегда должен быть чистым, даже с точки зрения того, чтобы на нем не было никаких брызг, никаких налета, чтобы, открыв крышку, скажем так, вы видели, что в вашем доме нет проблем, нет нищеты, нет депрессии. Ну, это я уже философствую, конечно, в этом направлении. Но сегодня обязательно обращаем внимание, то же самое, у вас должна быть другая губка, другие принадлежности для унитаза. Обязательно должен быть ёршик, который предназначен для мытья глубины, скажем так, сердцевины унитаза. И я вам хочу рассказать один из своих секретов, которые я пользуюсь вот именно в работе с унитазом. Щёточка у вас всегда располагается в такой чаше. И вот, пожалуйста, в эту чашу наливаем средства для мытья унитаза. Ну, в каждой стране они по-разному. У кого-то утёнок, у кого-то, может быть, другие крепкие средства, потому что обычно это очень сильные кислоты. Они предназначены, эти средства, действительно только для мытья унитаза. И когда вы нальёте это средство в эту чашу, у вас будет всегда стоять щёточка здесь. Пожалуйста, каждый вечер, когда вы уходите уже отдыхать, вы эту щёточку с этой жидкости достали, пробежались по унитазу до самой сердцевины, до глубины, смыли эту водичку. У вас всегда останется на ночь запах этот благоприятный. Щётка всегда у вас в этой жидкости для средства, для унитаза. И я вам хочу сказать сразу, если вы будете использовать вот такой способ, который я вам советую, ежедневно, это 2 секунды пробежаться просто, у вас никогда унитаз не будет в запущенном состоянии. Но если случилось так, что у вас уже там осадок какой-то собрался, камень, может быть, ржавчина, пожалуйста, в эту же минуту, я знаю, что вы не приведёте его в порядок, поэтому можно на ночь достаточно залить вот этими средствами достаточно сильными, или на несколько часов, если вы сегодня свободны, вы утром залились только так, чтобы не пользовались потом им. И через 4-5 часов вы можете досконально уже привести его в порядок. Снова обращаю внимание, для мытья унитаза у вас должны быть совсем другие губки, не те, которые вы моете ванну или душевую кабинку. Поэтому сегодня мы приводим унитаз и с внутренней стороны, и с внешней стороны, особенно там, где гаечки у нас прикрепляются, особенно обратите внимание, там, где сзади идёт труба, у вас обычно уже там и пыль, и паутина, и может быть, даже какой-то строительный мусор. Поэтому обращайте внимание на то, что унитаз у вас должен быть в идеальном состоянии. Обратите внимание на крышку, помойте её таким же крепким средством, как и унитаз, и сверху, и снаружи, особенно в каждых щелях. Заостряю внимание на то, что все работы, которые мы проводим и в ванной комнате, особенно в зоне унитаза, конечно, должны быть в резиновых перчатках. Эти перчатки должны у вас находиться где-то в укромном уголочке, только для комнаты санузла. Они не используются по всему дому. Это, скажем так, такие технические средства защиты себя, и, пожалуйста, пользуйтесь ими. И помыв унитаз, конечно, мы опускаемся на пол, на кафель. Моете любым способом, каким вам удобным. Кто-то влажной тряпкой, кто-то губкой продолжает. Кто-то может быть даже аэрозолями для мытья стёкол. Это тоже очень хорошее средство. И очень хорошее средство, конечно, это для мытья полу. Сейчас есть натуральные средства. Я пользуюсь Глориксом. Не буду его показывать, чтобы не рекламировать. Он не вызывает аллергии. Бывает, что даже по коже зуд у вас или у ваших деток. Но если вы действительно придерживаетесь к боли такому неаллергическому способу, вы можете немножечко добавить любой шампунь или, вот я как сказала, средство для мытья даже посуды. И таким способом переводим и кафель в порядок сегодня. И обратите внимание, если у вас лежит коврик возле ванны, тоже вы его постирайте и высушите. И положите снова, чтобы был он чистый у вас, когда вы ножками ступаете. Конечно, вчера мы с вами делали стирку полотенец, банных халатов. Это же у вас всё висит уже обновленное, с ароматами. Всё пушистое и всё душистое. Если у вас длинные волосы или у членов семьи ваши, чаще всего вы расчесываетесь, конечно, в ванной возле зеркала. Ваши волосы обламываются, сыпятся. Даже у кого может быть много перхоти, тоже эта проблема может быть. Я вам хочу сказать такой один маленький совет, маленький секрет. Конечно, мыть полы каждый день в ванной и в туалете физически это нереально. Это уже гиперхозяйка и это может быть всё даже выглядеть как бы неадекватно. Но если вы рано утром или вечером расчесали свои длинные волосы или у кого-то перхоти это всё рассыпалось на полу, пожалуйста, держите для этих целей самый дешёвый большой рулон туалетной бумаги. Вы берёте стеклоочиститель, брызгаете по полу каждый вечер. И вот этой бумагой туалетной вы просто собираете волосы или перхоть какие-то, осадки, которые за день нападали на пол. Эту бумагу вы выбрасываете в мусорное ведро. И практически вы не мыли полы, но вместе с тем каждый вечер вы освежили. Я советую всё-таки вам такой щепетельный вопрос, но пользоваться достаточно деликатной туалетной бумагой. Да, есть дешёвые рулоны, есть немножко дороже, которые в упаковке по 4 штуки. В связи с тем, что мы организовываем сами себе, относимся более деликатно уже к себе, более благородно, скажем так. Обратите внимание и на такие средства гигиены вашей семьи, для того, чтобы они были достойные и деликатные. В покупке, пожалуйста, возьмите ежедневник, запишите или те средства, которые я вам советую, или, может быть, вы добавите что-то своё. Прежде всего, всё-таки я заостряю внимание на то, что, может быть, вы купите средства для мытья полов. Эта принадлежность будет не только для ванной комнаты и туалета, это будет для всего дома. Обращаю внимание, что сейчас есть противоаллергические средства на натуральной основе. Они будут снимать электричество с полу, особенно, когда рассыпается волос, например, или какие-то крошки. Добавит вам аромата и, конечно, продезинфицирует всю вашу квартиру. Пожалуйста, запишите сегодня средства для унитазов. Если у вас в доме или в квартире два унитаза, два туалета, я бы вам советовала купить два средства. Разделить не одну большую бутылку, и вы будете бегать с одного туалета в другой, или с одного этажа на другой. Лучше купите меньше средства, но в двух экземплярах. Это будет очень важно. Пожалуйста, обратите внимание на ёршик, не пора ли вам его поменять. Я вам уже говорила секреты о том, что в этой чаше ёршика всегда должна быть жидкость для мытья унитаза. Для того, чтобы вы не мыли унитаз там когда-то. Практически вы эту процедуру будете делать каждый вечер. Уходя ко сну, вы этот ёршик жидкостью достали, провели, и на этом, как говорится, гигиена закончилась. Обратите внимание, не надо ли вам поменять коврик в ванной. Может быть поменяйте, просто как обновите, какой-то декор и дизайн. Обратите внимание на полотенца, какими вы вытираете. Я вам хочу сказать, что времена у нас всегда сложные. Но вот это наше щепетильное, что мы полотенечками пользуемся много-много лет, и чаще всего, может быть, ещё мамонными. И, пожалуйста, обратите внимание, не пришло ли время поменять банное полотенце. Пожалуйста, обратите внимание на то, что у каждого члена семьи должно быть индивидуальное лицевое полотенце, банное полотенце. Я очень советую ещё иметь такое полотенечко, так называемое ножное. Но это такое символическое, когда вы выходите из душа, чтобы бросить его просто на тот же коврик, или просто если у вас пол, или там ножки как-то вытереть. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на полотенце, халат, может быть, банный. Я вам сейчас расскажу ещё один секрет моей семьи. Я многодетная мама, и вот мне очень нравится метод, когда в ванной комнате у каждого ребёнка, у члена семьи, один цвет зубной щётки, например. У кого-то розовая дочь или розовая щётка, розовое полотенечко. И таким способом никто никогда не запутается. У старшего сына синяя зубная щётка, синее полотенце. У младшего голубое щётка, голубое полотенце. У меня красное, красное полотенце. И вот таким способом, такой вроде нюанс интересный, но вы можете тоже его использовать в своей семье. И сколько бы у вас членов семьи не было, но это будет действительно ваша изюминка, может быть, что вот какая зубная щётка, такое и полотенечко. Ну, это такие нюансы, такие изюминки. Но если у вас большая семья, там живут родители, дети, внуки, несколько поколений, это будет очень интересный для вас метод и способ каждого организовать. Потому что очень часто приходишь, и твоё полотенце влажное, или, не дай бог, ещё и зубная щётка бывает влажная. Поэтому, пожалуйста, вот такой секретик я бы тоже вам посоветовала. Обратите внимание на туалетную бумагу, так как я вам сказала, расчёски. Пожалуйста, всё вот это записывайте в ежедневник. Покупка ваших принадлежностей в зоне ванны туалетной. И сделайте покупки по мере своей возможности. И физической, ну и, скажем честно, материальной. Потому что ванная комната у нас тоже требует очень большого вложения средств. Сегодня мы с вами закончили работу в ванной и в туалете. Конечно, вы поддерживаете чистоту каждый день на протяжении всего месяца. Но если вы вместе со мной эти два дня уделили моим заданиям вот такое внимание, как я вам советовала, то через месяц нам с вами будет намного-намного приятнее работать в этой зоне. Ну и, конечно, вы увидите результат моих заданий буквально уже сегодня вечером, когда вы примете аромамаслу или сделаете какие-то себе косметические процедуры. Спасибо, что вы были со мной.